Вы предлагаете, чтобы инвесторы инвестировали в горнодобывающую промышленность, перерабатывающую и тому подобное, транспортную. А почему бы этим зарубежным инвесторам не инвестировать в медицинскую, снабжать Казахстан какими-то биотехнологиями новыми, оборудование, в котором Казахстан действительно нуждается? Хороший вопрос, кстати, очень. Пожалуйста, да. Спасибо за вопрос. Сегодня, честно говоря, мы вообще предлагаем, чтобы иностранные инвесторы вообще в нас инвестировали. В горнодобывающую промышленность, в перерабатывающую промышленность, в транспортную, как мы предложили, в логистическую, поскольку они самые релевантные сейчас на данный момент, в туристическую, за которую зацепились наши сегодняшние инвесторы. Пусть они финансируют медицинскую. Мы говорим о том, что это неплохо, что это хорошо, что мы сегодня пользуемся тем, что у нас есть возможность получать помощь на таком уровне от иностранных инвесторов, от наших, скажем, экономических друзей. И что наши экономические друзья видят нас в таком положительном свете, что мы стабильны, что мы достойны, что мы подходим для того, чтобы мы развивались. Спасибо. Спасибо. На самом деле, очень интересный момент девушка затронула. Я думаю, имеет смысл создать некие преференции, может быть, в медицинской области, куда, безусловно, необходимы новые технологии и инвестиции. Сейчас я бы хотел предоставить слово нашему эксперту, который хотел бы задать вопрос. Сирбол, пожалуйста. Вопрос от команды инвесторов. Как вы считаете, что мешает, почему, несмотря на налоговые преференции, как бы хорошие условия, иностранный инвестор не инвестирует в приоритетные отрасли экономики, кроме нефтегазовой и горнодобывающей промышленности? Ну, инвестирует мало, скажем так, недостаточно. Спасибо за вопрос. Я так думаю, что сейчас это очевидно, почему они инвестируют именно туда. Потому что оттуда прибыль идет гораздо быстрее и наибольшими объемами. Поэтому для того, чтобы они инвестировали в остальные отрасли, мы должны их сделать привлекательными. Отрасли нефтедобывающей промышленности, горнодобывающие отрасли, они привлекательны сами по себе тем, что они дают большие объемы материальных средств. То есть они сразу дают отдачу того, что не нужно глубоко копать. У нас проткнул землю, у нас нефть побежала, скажем так, фигурально выражаясь. А медицинская отрасль, туристическая отрасль, инфраструктура, транспортная, все остальные отрасли требуют вложения дополнительных средств в развитие. То есть они не находятся на том уровне, чтобы можно было просто прийти и уже сразу взять прибыль. Поэтому всегда люди ищут более легких путей, поэтому в данном случае более легким, наилегчайшим путем является вкладывание в нефтедобывающую промышленность, в горнодобывающую промышленность. Мы же заинтересованы в том, чтобы инвестиции распределялись не только в этот сектор, но и в остальные секторы, при этом не нарушая ни прав наших инвесторов, ни прав зарубежных инвесторов и принося при этом выгоду и той, и другой стороне. Спасибо. Никто из вас не упомянул очень важные события, которые вот уже полтора года имеют место. Это создание таможенного союза с очень интересными, крупными и менее крупными партнерами. Это планы по созданию единоэкономического пространства. Это же меняет как среду, как для отечественных инвесторов, так и для иностранных инвесторов. Как вы оцениваете эти решения, это развитие и как это воздействует на объемы в предстоящие годы иностранных инвестиций или же на шансы отечественных инвесторов, чтобы они могли как с российскими, белорусскими, так и с дальнорубежными, зарубежными инвесторами справляться? Спасибо за вопрос. Очень интересно. На самом деле, да, никто из нас не упомянул о таможенном союзе. Наверное, это является одной из наших больших ошибок. Но я на самом деле отношусь положительно к тому, что у нас создали единый таможенный союз. Почему? Потому что сегодня для наших инвесторов существует реальная борьба и конкуренция. Потому что сегодня на рынке появляются такие, допустим, Россия, Белоруссия и наши инвесторы. По совокупности нам есть к чему стремиться. Если брать, допустим, как это отражается на западных инвесторах и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, когда у нас объединяются три страны и создают одну свободную экономическую зону, и когда у нас есть западные инвесторы. В данном случае потенциал как раз-таки этих трех стран в этой экономической свободной зоне намного выше, чем по одиночке в одной стране. Поэтому, в принципе, таможенный союз мы считаем, что влияет очень положительно. И в данном случае это и есть толчок к развитию как раз-таки наших внутренних инвестиций, развитию наших внутренних инвесторов. Благодарю. Спасибо командам. Давайте ненадолго привемся на интересную рекламу и встретимся через минуту.